Привет, друг, с тобой Канобу! 17 апреля на западе наконец-то выйдет Якудзе 6, но мы игру уже прошли и готовы прямо сейчас рассказать тебе, стоит ли обращать внимание на новую часть этой знаменитой гангстерской серии. Поехали! В захолустный провинциальный городок приезжает вечно хмурый человек. В его руке младенец, сын его приемной дочери. Он не видел ее три года, на протяжении которых она успела завести потомство и стать жертвой несчастного случая, отправившего ее в кому. Теперь деду предстоит выяснить, чем же его дочурка занималась эти три года, кто отец ребенка и почему он не заботится о нем в столь важный и ответственный момент. Да, это звучало бы очень похоже на мыльную оперу, если бы хмурым дедом не был легендарный Якудза Кадзума Кирю. В случае с рецензиями на новые выпуски Якудза приходится сталкиваться сразу с рядом проблем. Первое заключается в том, что у нас эта серия все еще приступно непопулярна, несмотря на свои очевидные достоинства. Игры этого цикла красивы, зрелищны, кинематографичны, в них закрученные сюжеты, яркие персонажи и очень смачные рукопашные бои. Казалось бы, в стране любителей графонистого кинца и историй про всевозможных гангстеров подобное должно становиться хитом, но нет. Быть может, дело в том, что сеттинг кажется чрезмерно экзотичным, или японские имена запоминаются сложнее, чем англоязычные. Как бы то ни было, низкая популярность Якудза у нас приводит к тому, что разбирать нюансы новых частей оказывается сложно, ведь публика не знакома с предыдущими выпусками, и вся эта терминология для нее пустой звук. Приходится раз за разом использовать рецензии на новые части как агитки. Поиграйте в Якудза, это классная серия, правда дальше каждый раз приходится делать оговорку, и это уже проблема номер два. Даже если новые части Якудза и получается похвалить, необходимо постоянно подчеркивать, что они не лучшие, потому что лучшее это Якудза Zero, из-за чего похвала сразу начинает казаться полумерой. Но что же поделать, если Якудза Zero настолько замечательная игра? Но еще одна проблема кроется в крайней консервативности серии. Ее суть неизменна, боевая система отчасти в часть меняется лишь нюансами, понятными только самым опытным людям. Каждый раз это новая история, новый крутой боевик, но как игра, это как правило лишь планомерное развитие идей предыдущих выпусков, и поэтому в описаниях приходится повторяться. В общем, Якудза 6 это по-прежнему отличная криминальная драма, по количеству закрученных сюжетных поворотов и тройных агентов соперничающая с Metal Gear Solid. И это все еще смесь ролевой игры и битэмапа, где есть рандомные сражения и прокачка характеристик и умений. Однако в здешних уличных потасовках в дело идут, как правило, не только кулаки, но и все подручные объекты. Иными словами, квасить физиономии гопников и гангстеров тут не менее увлекательно, чем смотреть кинцо. По сравнению с огромной пятой частью, Якудза 6 получилась немного более камерной. Вместо пяти городов тут представлено всего два. Такийский район Камура Тё, который довольно сильно урезан по сравнению с его предыдущими версиями, и маленький городок Аномити под Хиросимой. Вместо пяти героев один, и для бессменного Кадзума Кирю эта часть станет последней. Вместе с тем, именно шестая часть оказалась самой необычной из всех номерных выпусков Якудза. Она сменила движок на совершенно новый, знакомые герои стали выглядеть сильно иначе, а боевая система изменилась так, что на привыкание потребуется не один час. Поэтому первое впечатление от игры сводилось к недоумению. Как так? Зачем после более-менее последовательного развития частей менять всё настолько сильно в выпуске, который должен был проводить на пенсию героя, бывшего лицом серии на протяжении более десяти лет. Впрочем, к тому времени, как Кадзума более-менее освоится в новом для него Аномите, игрок, скорее всего, освоится и с новыми механиками, и новые привычки заменят старые. Тогда вернётся и удовольствие от боёв, которые на новом движке завязаны на физической модели. Это приводит к тому, что в половине сражений враги будут разлетаться словно кегли и очень смешно сбивать друг друга. Да, они часто глючат, но это даже весело. Бои в Якудзе 6 в целом схожи с тем, что в Якудзе было всегда. Используя различные комбинации ударов и захватов, уклоняясь, блокируя и контратакуя, Кадзума Кирю сражается то с толпами рядовых гангстеров, то с прокачанными боссами Якудза. За особую хит-шкалу Кирю может проводить зрелищные добивания или входить в особый режим, когда ему вражеские тумаки нипочём, а сам он неостановим. В этой части, правда, куда меньшую роль играют подручные предметы. Стоит Кирю получить удар, как подобранное буквально крошится у него в руках. Более надёжным оружием становятся другие враги, которых так удобно кидать друг друга. Более того, поскольку в Якудзе 6 был впервые реализован целостный открытый мир без подзагрузок, из боя можно легко убежать или же перенести его на место по вашему выбору. Может быть лучше перенести драку на пирс, с которого можно выбрасывать гопников прямо в море, или в продуктовый магазин, где кого-то можно запихнуть головой в микроволновку. Система прокачки тоже поменялась заметно. Теперь у Кирю есть целых 5 видов опыта, за которые покупаются те или иные умения или улучшения характеристик. Не хуже боёв опыт прибавляет питание, имеет смысл полностью набивать желудок в многочисленных едальнях, а как только он опустеет, тут же набивать его снова. Ну и как заведено, развлекаться в виртуальной Японии можно не только мордобоем, но и более мирными способами, играя в маджонг, дартс и бейсбол, залипая в пое-пое и виртуа файтер 5, заводя знакомство с барышнями в хостес-клубах и промышляя рыбалкой. Подводной, с гигантскими боссами. Есть и множество сайд-квестов, не достигающих, конечно, уровня Якудзи Zero, но все равно весьма хороших. В них найдется место и юмору, и трогательным историям, и знакомым персонажам из предыдущих частей. Есть даже вариации на тему девочки, покорившей время, первая экранизация которой снималась как раз в Анамите. Все диалоги в игре озвучены, кстати, впервые в серии. Что же до сюжета, то он в целом неплох и умело держит интригу с самого начала до самой развязки. Местами он предсказуем, местами не очень. Особо крупных сюжетных дыр в нем нет, но персонажи, бывает, творят ужасные глупости, за что потом и расплачиваются. Финал истории Кирю мне показался логичным и закономерным, обусловленным еще событиями пятой части. Не хватало разве что особенно эпичной финальной дуэли, ими серия все-таки славилась. Многие фанаты довольно резко приняли Якудзе 6. Им не понравилось, что финальная глава истории Кадзумы Кирю оказалась пробой нового, необкатанного движка, и особенно сильно они критиковали малое количество контента по сравнению с Якудзе 5. Мне же кажется, что качество важнее, и практически ничего из выброшенного за борт в Якудзе 6 не было чрезмерно важным. Лучше меньше, но лучше, и Якудзе 6 смотрится гораздо живее своей безмерно раздутой предшественницы. Якудзе 6 получилась игрой спорной, неоднозначной, но при этом живой и яркой. Ее сюжет не зациклен на чем-то одном, как Якудзе 5, и не полон филеров, как Якудзе Кивами. Ее мир хоть и невелик, но очень красив, а играть в нее приятно и ненапряжно. Впрочем, в Якудзе 6 лучше всего играть со знанием хотя бы нескольких предыдущих частей, а знающие их и так прекрасно понимают, что в эту виртуальную Японию вернуться надо будет обязательно. Подписывайся на канал, ставь лайки, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и, конечно, заходи на Канобу почитать больше про игры, кино, сериалы, музыку, технологии, комиксы и вообще про все самое интересное. Пока!